Армия Северной Кореи приготовилась к удару по США. Боевые приказы получены, ракетчики вводят в систему управления координаты американских баз в Южной Корее и на Тихом океане. Ракеты долетят и до самой Северной Америки. Осталось лишь получить сигнал из Пхеньяна, заявили северокорейские СМИ. В США и Южной Корее эту угрозу восприняли всерьёз. Сегодня на рассвете нам стало известно, что Ким Чен Ын созвал экстренное совещание армейского командования и приказал привести ракетные части в полную боеготовность. Мы считаем это продолжением ранее взятого КНДР-курса. 26 марта её армия уже приводилась в повышенную боеготовность. Северокорейцы развернули ракеты после того, как в среду США пригрозили им бомбардировщиками Б-2. Невидимые убийцы, которые могут нести ядерное оружие, пролетели недалеко от границ КНДР и отбомбились на полигоне. А пару недель назад здесь уже демонстрировали силу американские самолёты Б-52. Вашингтон и Пхеньят пока могут позволить себе побрецать саблями, так как воевать всерьёз ни одна из сторон не готова, считают аналитики. США и так не вылезают из войн, а режим Кима-3 по обычаю блефует. Поразить цели в США ему нечем. У КНДР есть связанная стратегия — выглядеть яростной, слабой и сумасшедшей, чтобы добиться главного — сохранить правящий режим. Демонстрация ярости — разработка ядерного оружия — вынуждает другие страны к осторожности. Демонстрация слабости — изоляция от всего мира и особенно от Китая — упреждает решительные действия других государств, если тем вдруг покажется, что Северная Корея скоро рухнет. А показное сумасшествие, в том числе угроза напасть на США, делает КНДР абсолютно непредсказуемой и тоже располагает к осторожности. В этом году товарищ Ким угрожал штатам так часто, что в западной прессе возникло понятие «северокорейская угроза дня». Пхеньян то повеселит газеты фотографиями учений, где корабли дорисованы в фотошопе, то перережет горячую линию связи с Южной Кореей, которая и так не перегревается от разговоров. Есть железный довод в пользу того, что войны пока не предвидится. Межкорейский технопарк КСО, из которого Пхеньян дует твердую валюту, дымит трубами с прежней силой. Хотя на корейском полуострове все помнят о ружье, которое по законам жанра однажды может выстрелить само собой. Владимир Панов, РБК. Владимир Панов, РБК.